Стрельцы, доброго времени суток! Рада вас с вами приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам предложить Тараскоп на август 2018 года. Расклад вам покажет общую атмосферу месяца и какие события наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, поэтому отыграться абсолютно для всех он не может. Плюс многим из нас необходимо смотреть Тараскоп не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента на данной карте. Так, пожалуйста, расслабьтесь, настройтесь на расклад и будем смотреть, о чем нам говорят карты. Так, общая атмосфера месяца, события, которые произойдут в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Ну, перевернутая королева кубков указывает на ситуацию душевного раздрая, сильных эмоциональных переживаний. Знаете, такое, как, вроде бы все идет так, как надо, но с привкусом какой-то горечи. Потому что здесь может по этой карте проиграться как негативное влияние женщины на вашу жизнь, на личные отношения, на работу, на какие-то финансовые аспекты. Либо здесь может произойти ссора с подругой. Потому что в целом перевернутая королева кубков – это карта таких вот крайне натянутых и напряженных отношений. Помимо всего прочего, она говорит о всплесках такого, вы знаете, эмоционального характера. Это, в принципе, вам свойственно, потому что все стрельцы знак огненный, то есть вы полыхаете мгновенно. И помимо всего прочего, вы знаете, вот у вас есть перепады от таких вот ярких эмоций позитива до сразу какого-то вот негатива. Вообще, в целом, эта карта, она говорит о непостоянстве, о легкомыслии, либо о каких-то глупых безрассудных поступках. Потому что здесь, ну, вы опираетесь на слишком, вот такую излишнюю эмоциональность. То есть, вот все свои решения вы принимаете вот здесь и сейчас. То есть, все вот вас перемкнуло, вы психанули и нарубили дров. Поэтому, как говорит карта, нужно контролировать свои эмоции. И нужно вам для того и приложить максимум усилий в августе месяце. Иначе вы можете, как я говорю, нарубить дров, скажем так, будучи на эмоциях. Что у вас ожидает в плане работы? Ну, по перевернутой восьмерке жезлов это какие-то проволочки, ситуация застоя. Почему? Потому что если вы на текущей момент без работы, то это безуспешный поиск работы. Если у вас идет работа по найму, то по этой карте идут какие-то проволочки в продвижении проектов. И опять же, здесь это может сказываться задержка выплат. Если у вас свой бизнес, то вы знаете, как застопорился. То есть, не разваливается, нет раздухи, но нет каких-то новых идей, нет потенциала для его развития. Возможно, сказывается сам по себе летний месяц август, время и пора отпусков, да. Но вместе с тем, вот какая-то, знаете, как я говорю, расхлябанность. Так, что вас ожидает в плане финансов? Ну вот, по перевернутой шестерке Пентакли, это, как я вам видите, вот с работы перекликается, как я и сказала, задержка материальных выплат. То есть, обещали в одни сроки, выплатили совершенно в другие. Это оказаться как работников по найму, так и тех, у кого свой бизнес, свое дело. Какой-то, вот знаете, как срыв договоренности, либо выплата идет, но частями, либо в поздние сроки. Потому что перевернутая шестерка Пентакли, это карта, ну, то есть, материальной помощи, когда вы у кого-то ее просите. Либо получаете деньги со срочкой платежей. Что вас ожидает в плане здоровья? Ну вот, ваши эмоции льются через край. Перевернутая тройка кубков. Видимо, из-за этой нестабильной ситуации на работе и ситуации в плане финансов. То есть, здесь будут какие-то серьезные переживания, какие-то эмоциональные срывы. Я же, как я говорю, знаете, вот такие перепады. От радости и веселья до какой-то вот такой вот полной эмоциональной стагнации. Опять же, что такое перевернутая тройка кубков? Очень часто эта карта отыгрывается как потакание своим слабостям. Как, знаете, вот, я не могу сказать, что здесь переели или перепили, но вот, например, понимаете, что, например, эта десятая клубника была лишней, но ее съели. Да, и пошла ситуация, как говорится, не прок. То есть, следите, чтобы здесь не было пищевых отравлений, потому что потаке кубков очень часто такое бывает. Что вас ожидает в плане личной жизни? А вот здесь карта новых перспектив, очень больших перспектив. Давайте посмотрим, чего они будут касаться. В смысле, ничего они будут касаться. Сейчас я объясню. Затяну арка и обрисую вам ситуацию. Так. Вот как. Ситуация у вас будет любовного треугольника. Объясню, что здесь происходит. Если, увы, на текущий момент находитесь... Ну, то есть, вы свободны. По карте дурак. Это идет либо обновление отношений тех, с кем вы уже были состояли в партнерстве, либо ситуация нового знакомства, но которая, знаете, ну, как я говорю, с несвободным партнером, либо, потому что, ну, вот здесь нет перспектив развития. И если вы состоите в партнерских отношениях, то есть, однозначно, сто процентов, у вас будет возобновление любовного треугольника. Это будет вам приносить душевный раздрайк, какую-то душевную стагнацию. Но я вам скажу так. В эту петлю вы лезете сами. Осознанно, сознательно, со всем чувством, с долгом и расстановкой. Вот вам и пошли ваши эмоции. Пошли ваш деструктив. Пошли вот эти переживания. И, кстати, не для всех. Но вот по сочетанию карт, для многих, это еще проиграется, как любовные перипетии на работе. Задумайтесь, надо вам это или нет. Но, тем не менее, вот по этим картам ситуация, как говорится, налицо. Из позиции совета, о чем же вам говорят арканы, перевернута девятка мечей. Отбросьте свои страхи, отбросьте свои переживания. То есть, как говорится, если уже делаете, то не сожалеете. Если сомневаетесь, то не делайте. Потому что, ну, здесь другого не дано. Во-первых, ваши страхи слишком, знаете, как натянуты, надуманы. То есть, вы сами нагнетаете ситуацию. Вы сами себе ее усугубляете. Чего бы это ни касалось, здоровья, личной жизни, там, либо финансовой стороны. Вы, понимаете, у вас этот душевный раздрай, который в себя вносит. И вы просто себя очень сильно нагнетаете, накручиваете. Вы за все переживаете. Вам все нужно контролировать. И вот совет по этой карте – отпустите ситуацию. Хватит уже переживать за всех, все и вся. Но не можете, невозможно контролировать все на свете. Наконец-то, отпустите свои эмоции. Как говорится, пусть все идет своим чередом. Вы в этой ситуации повлиять ни на что не можете. За исключением вот этой вот вещи. Но это уже зависит только от вас. Вот таким вот вышел расклад на август месяц. Что могу сказать? Месяц не является каким-то судьбоносным в вашей жизни. Либо таким, что каким-то кардинальным образом несет перемены в вашу жизнь. Так как здесь нет старших арканов. То есть месяц в вашей жизни будет проходящим. Для тех, кто хочет получить мои консультации в индивидуальном порядке на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok